Всем здарова народ, а сегодняшний гайд у нас будет посвящаться вот этому персонажу, это у нас Рикимару Что же он будет делать, давайте посмотрим какие у него есть активные и пассивные способности Ребят, в общем давайте посмотрим Первый спел у нас это Смоукскрин Что же он у нас будет делать, будет кастоваться вот такая вот тучка, которая будет давать миссы энеми на 4 левеле Которые будут равняться 70% в 325 АОЕ Также, также будут энеми замедленные на 25% И еще у них будет замедлен каст вот этот поворотный То есть ну вот развороты вот эти, которые мы делаем, у них будет замедленные они на 30% Целых на 30% Также энеми получают в тучке Сайланс Очень даже неплохой, неплохой такой даже спелл, который позволяет нам даже не выходить с инвиза С инвиза и в принципе по этому спеллу я думаю все Монокост у него маленький, спелл очень классный ребят, всем советую качать хотя бы на разок До 10-го, до 12-го левела, потому что мы будем прокачиваться Покажу как на практике его прокачивать Давайте перейдем к следующему спеллу Следующая способность это у нас такая способность, за что собственно и не любят рекимару Рекимару становится невидимым По прокачкам левельно, смотрите, на первом левеле 8 секунд фейт тайм, 6, 4 и 2 соответственно То есть и плюс также дается бонусный хэпериген В общем на последнем левеле у нас 2 секунды фейт тайма То есть если мы кого-то ударяем, через 2 секунды мы заходим в инвиза Раньше, как помните, ультимейт был у нас вот здесь вот на 4 позиции Был у нас на второй блинк и фейт тайм был 1 секунду То есть это очень жестко, это рили было намного жестче Но 2 секунды, видимо, посчитали нужным пофиксить И сделали вот такое вот количество времени на фейт тайм Также, когда мы находимся в инвизе Мы можем в принципе все юзать и с инвизом мы не выходим Будь то догон, будь то телепорт, будь то юзание каких-то вардов, стиков и тому подобное То есть, соответственно, мы будем бежать Допустим, если у нас догон по фану, хотя догон никогда, ни в коем случае мы не собирайте Только все по фану И мы идем вот так, через shift кому-то бахнули Будет вид, что как будто просто откуда-то просто из... Я не знаю, просто из ниоткуда вылетает догон То есть инвиз у нас ничем не сбивается Если мы скушаем тангусик, просто энеми увидят, что дерево упало Просто понимаете, вот такой вот инвиз Но вот такой вот спелл Давайте к следующему спеллу пойдем А следующий спелл у нас это то, с помощью чего реки Мару наносит у нас очень много урока Это у нас бэкстеп Ребят, что такое бэкстеп, кто не знает Вот вы теперь будете знать В общем, когда персонажи находятся к нам спиной Рикимару наносит бонусный дэмэдж Кратный который, смотрите Он кратен 1.25 на ласт левеле Что это будет значить вообще, да? Вот просто объясню, ребят Рикимару, будучи ассасином Подкрадется со спины И наносит бонусный дэмэдж В зависимости от нашей ловкости Кратный к 1.25 То есть если у нас 103 ловкости То наносить дэмэджа дополнительного Он будет помимо того, что у нас 107 на 111 дэмэдж Он еще бонусный со спины Будет у нас наносить примерно где-то Где-то, ну, 130 дэмэджа Я не математик Поэтому, как бы, ну, вот так вот и живем Поэтому этому персонажу Профитно одеваться в ловкость Все в ловкость Просто, ну, стараться Ну, не так, что игнорировать всякие полезные вещи Как БКБ на этом персонаже Так как у нас все же 1300 хитпоинтов И, к сожалению, это очень мало Там, ну, не знаю, может, возможно, вариаться Как это через скайди будет И через баши, то есть хитпоинтов У нас будет, в принципе, соответственно, немного Так как это еще и ловкач к тому же Но, вот, третий спелл Это очень дико К сожалению, против Бристлбека Это тяжелая, можно сказать, контрая Такая вот, да, у Бриста защита со спины А Рики бьет со спины больнее То есть получается уже тяжело Очень тяжело Рики Мару получается дамажить его Но ничего Зато с легкостью он справляется с другими персонажами С другими персонажами За счет Сайланса с первого спела И, в принципе, все по третьему спеллу это все Давайте перейдем к ультимейту Касаемо ультимейта же у нас все просто, ребят Ультимейт это у нас чарджи блинка На ласт левеле у нас будет 6 чарджей 6 блинков с дополнительным уроном в 100 единиц В драке мы можем просто Просто Вот давайте прокачаем Я покажу В драке мы можем просто перемещаться как бешеные То есть, допустим, вот так Вот тут просто раз там, опа И уходим То есть, вариативность персонажа Мобильность персонажа становится очень высока И вот этот бонусный дэмэдж, кстати, тоже неплохой Можно попытаться даже Можно сказать и подстилить Как подстилить, так и уйти В принципе, можно на этом персонаже И Кдш сани 35 секунд 1 1 чардж Так что, если в драке мы побыли Хорошо, сразу все блинки слили Примерно через минуту у нас уже все 6 чарджей есть И это прикольно Не знаю, почему-то не люблю ребят, которые фармят Фармят вот просто на пустой линии И блинкуются на крипов Я, если честно, этого не понимаю, ребят Зачем это делать? Потому что чарджи всегда нужны Вдруг где-то драка Нужно сделать тп И пойти кому-нибудь разнести Со спиночки Немножко подровнять серпиком Вот этим персонажем Кому-то вот Ну вот что-то как-то вот так вот Давайте, ребят, в общем, поговорили о его скиллах Перейдем к практике Итак, ребят Классическая тема Иду на линию с Войда Не пошел на центр Потому что персонаж у нас не предназначен В принципе для центра Но Как бы можно было пойти Можно было пойти Но не суть На первом левеле мы прокачаем Инвиз Инвиз, который в фейт-тайм У нас будет 8 секунд И хапериген 6 В принципе, кстати, неплохой хапериген И нам будет давать 6 хапериген Это очень серьезно Попытаемся забирать тут руну Так как ЕС у нас ЕС Где у нас ЕС Остается Площадь крипов Но, надеюсь, заберем Так, ну Наш пассивный реген Не даст Не даст нам хапать От херстопера Так Дверь Дверь, пожалуйста Спасибо, дверь, пожалуйста Спасибо Так, сразу меня тут закидали Какашками, как я понял Да, найс Но не хотела Обить и выходить с инвиза Так, ребят В общем, смотрите Что по теме Наш персонаж имеет Маленький Моумен спид В начале В принципе Такой неприемлемый Взяли мы топорик И будем стараться Поддобивать Нескольких крепочков Кстати, этот Урикимару инвиз Такой, который Не как, допустим У Баунти Хантера Этот инвиз Нельзя, нельзя С помощью этого инвиза Переходить Сквозь юнитов То есть Можно кого-то заблочить Там То есть Мы идем Мы идем И можем попытаться Блочить персонажей Энеми И в принципе Все у нас будет хорошо То есть Как бы Ну вот такой вот Инвизик И тяжелая линия Если честно, ребят Но Будем Будем Как-то Камбетч Потому что Все они там Ватненькие И будет Очень даже Очень даже Приятненько Приятненько Будет их вырезать Когда мы Немного Проапаемся Нам бы хоть Первого крипа Добить Отлично Добиваем Переагриваем Пока Файт тайм У нас 8 секунд Мы спокойно Можем стоять на линии И переагривать Энеми крипов Потому что Потом Когда файт тайм Будет у нас Немного повыше Так, ну не добивая Крипа Тех тоже крипов Не добью Дможем Не в любом Моменте Не хватит Ужасная линия Стою еще и с войдом Не знаю Почему так жестко Они понапикали Наши персонажи И такое На самом деле Ребят Третий Я не вкачиваю Потому что Третий спелл Мешает нам Абсолютно Как-либо Ластхитить персонажей Именно Ну ластхитить Крипов Соответственно На линии Потому что Третий спелл У нас будет Вылетать Очень отвратительно Он может Сработать с боков Как-то еще По-другому То есть Ну реально Будет не очень И я думаю В приоритете Будет нам тут Качать инвиз По максимуму Потому что Лайн Очень хардовый И Будет рели профитно Просто посмотрите Как они тычкуют Как херстопером Просто душит По страшному Плюс сайленсер У нас тут Так Ну могут В принципе Накидать Да и попробовать Меня забрать Нет Не накидывали Пишут уже Подписчики Пишут подписчики Ну на третьем левеле Будем прокачивать У нас не есть Ребят В любом В любом Случай Потому что Нам нужно Эпериген Хоть какой-то бонус Останем Тучку Потому что Ману мы не Сливали В принципе И возьмем себе Наверное Сапожок Ферстоп Ребята Сапожок И возьмем Орбу Потом Так Ну почему-то Не добиваю Крипа Очень плохо Давайте возьмем Тангусик И не знаю Ну душат Душат Вешается Сайлос Не могу Уйти в инвиз Один из хитпоинтов Тучка Тучка Все Хорошо Живем Хорошо Живем Хилимся Тяжелый Лайн Для Рикимару На самом деле Но я думаю Тут за камбэч В принципе У нас еще Куча тангусов Тунгусов Куча Куча тангусов Все происходит С этим Некролайтом Хочет Он хочет Таки убить Икимару Блин Не знаю Почему Не добил Дурачок Но душат По страшному Стик Нужен Нужен Стик Нужны Хилы Хилы Нужны Маны Я по мане Уже Просел Тучка Я не смогу Не смогу Не смогу Как-то Тучкой Уже Выйдет Третий Спелл Добивать Очень Нехорошо Не получается Просто добивать На этой линии Подхожу Сразу Тучкую Ну Войд Сразу Понял Чем дело Пошел Помогать Каточка На 2 КПТС Потому что С мейна Заходить С мейна Сразу Подписчики Начинают Писать Жестко На фейк Хоть захочешь Не так Начинают Душить Поэтому Пишу Гайды С фейкового Аканта Так сказать С твинка И все У меня В принципе Хорошо В играх Будем Душить По страшному Ну Но должен Что-то Сайлса Потерял Контроль Что-то Начал Там Бить Крипа Или Такая Страта Была Я Если Честно Не Вкурил Некролайт У нас Уходит Купил Я Стих Но Видимо Видимо Абсолютно Бестолково Все Ребят Есть У нас Инвиз Строчку 4 4 Файт Тайм У нас Будет 4 Секунды И так И будем Оставлять 4 Секундный Файт Тайм И будем Уходить Третий Спел Так Приходит У нас Некролайт Видимо Пилил Лисочек Добиваем Крипчика Нам Нужен Теперь Сапожик И будем Уходить В аквилу Ребят В аквилу Дают Нам Подфармить Немножко Ну У меня Уже Стабилизировались В принципе Хитпоинтов Достаточно Оп Добиваем Крипчика Отходим Отходим Подальше Чтобы Нас Летучковали Все Хитпоинты Пошли Хапариен Пошел Хорошо Стараемся Добить Крипа Добиваем Хорошо Ну Можете Ребят Можете Подушить Если Вам Так Хочется Пока Не прибежит Баратрум Они тут Принцип Меня Не задушат Я думаю Если Я не буду Сильно Ошибаться И не Сильно Наглеть Если Буду Аккуратненько Стоять Буду Понимать Свою Позиционку И Как бы Все Будет Хорошо Некр У нас Покупает Стих Зачем То Неужели Я Прям Так Жестко Душу Скилами Тут Просто У меня Тут 30 Кнопок Как У инвокера Видимо Ему Виднее На Такой Линии Нужен Стих Пацану Так Но Не Про Микрил Не Про Микрил Это Крипа Я Тоже Не Добью По Любой По Любой Теме В В В В В Во 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 Рикимару Такой Персонаж Которому Очень Нужен Левел Чем Раньше Мы Прокачаем Второй Третий Но В частности Третий Тем Сильнее Мы Будем Дамажить И Тем Лучше На Пассиве Как Вы Видите У У У У На Пятой Минуте Есть Гайд На Дазла Будут Спрашивать Там Уже Гайд На Дазла Так Ну Не Могу Добить Могу Добить Тяжеловато Даже Тяжеловато Тяжеловато Дэмэджи Не Особо Много Плюс Еще Тут Такие Агрессивные Игроки Стоят Сайленсеры И Некры Не Суть Гайд На Дазла Просит В общем Ребят Касаемо Персонажа Сейчас Просто Стоим Апайм Левел Восьмой Девятый Левел Нам Нужен Будет Но Нам Нужно Хотя Бы На Раз На Два Вкачать Третий Желательно На Два Или Даже На Три Чем Выше У Нас Будет Третий Спел Тем Будет Лучше И Есть Минусы Конечно Того Что Я Оставляю Плюсик Себе Но Так У нас Ну Надо Ребят Вкачать Надо Вкачать Поехали Застилим Хорошо Хорошо Еще Раз Вкачиваем И У У нас Сейчас Будет Уже Сапожок ЕС Нам Ганганул СПС Напишем Ребят СПС Брат Вот Так Специально Чтобы Парень Поднял Себе Настроение Ставит Плюсики Довольный Добиваем Крипа Хорошо Вот Видите Как Руинен Да То есть Срабатывает Третий Третий Подруинивает Нам Сразу Крип То есть Поэтому Я не Люблю Прокачивать Третий То есть Вначале Вот Когда Идет Стадия Такая Криппинга На Лайне И поэтому Я не люблю Прокачивать Третий Ну Вы Вы Видели Сейчас Прекрасно То есть Как Это Происходит Так Сейчас Вообще Со Спины Не Сработало В Принципе Хорошо Есть у Нас Троечку Уже Да Кто Там Пришел Некролайк Да Дает Хил Захилил Так Сказать Нету Сентрей Сразу Прочекиваем Сентрей Тут Нету Посильно Наглить Не будем Силенсер Все Бара Бара Вот Они Вот Они Сентри Подъехали Даст И все Надо Бежать Но Я тут Вряд ли Убегу Потому Что Потому Что Душат По Страшному Ну Нету Крипов Я не могу Блинкануть Только На Свой Пассивный Реген Нужно Надеяться Все Пропадают Даст И Отлично Отлично Можно Даже На Развороте Попробовать Хорошо Есть Еще Стики Но Я тут Умру За Свою Жадность Умру Сколько 100 103 Хитпоинта Нет Все Все Рано Умира Абартрум Уже Бежал На Меня Ну Блин Хотелось Так Хотелось Ребят На Развороте Все Жидать Ему Потому Что Такая Наглость И К сожалению Нет Никого Рядом Но Ничего Страшно 2 На 1 Имеем Мы В Плюсе Получили Экспу Убили Одного Чела Сейчас Придем На Топ У Нас Один Чардж Будет И Можно Будет Даже Еще Кого То Забрать В Принципе Легко Смотрите Какие Хитпоинты 14 Секунд До Реза И Мы Возвращаемся В Драку Возвращаемся В Драку Ес У нас Там Гоняет Сф Через Томбу Через Томбу Через Второй Ичин Тотем И Так Что Возвращаемся На Топ Возьмем Хил На Всякий Случай На Next О Сайленсер Наш Клиент Ребят Нужно Главное Успеть До Него Добежать Войда Есть Ультимейт Сайленсер Сейчас Будет Убегать Так Баратрум У нас Пытается Защемить Еса На Центре Но Мы Сейчас Пойдем Просто Искать Опа Отдается Глобалка Сразу Смотрите Мы Уходим С Инвиза Выходим С Инвиза И К сожалению Мы Очень Уязвимы Так Так Ребят Там Начинается Какая-то Драка Войд Должен Ставить Купол Но Не В Меня Надеюсь Поставит Ну Отвратительный Купол Лоид Так Вот Делаем Отлично Отлично Просто Отлично Хорошо Я вот Подумываю Насчет Next Айтемов Даст Ой Даст Диффуз Диффуз Сделать Но Тут Видите У нас Есть Паратрум Который Будет Чарж Держать На нас Постоянно Так Все В четверочку У нас Есть Четверочку Есть И Давайте Сделаем Сначала Аквилу Все же Как Хотели Ведь Такой Неплохой Артефакт На Ловкача И Будем Жестко Выгангивать Можно Сейчас Уже Продать Топорик Потому Что Стадия Лайнинга У нас В принципе Уже Закончилась Мы Будем Просто Подфармивать Крипичков Пока Не будет Никого И У нас Тут Сайленсер Подходит И Возможно На нас Бежит Баратрум Но Мы Сейчас Посмотрим В принципе Тут Есть Крипы Можно Не Не бояться Баратрума Пока Что Нет Баратрум Не приходит Приходит У нас Некролайт Давайте Апнем Курочку Нашим Тиммейтам Чтобы Тиммейтам Было Нашим Хорошо Все Было У них Прекрасно Чтобы Была Плюс Мораль Чтобы Все Были Довольны И Подождем Нашего Тиммейта На Войде У него Есть Купол Я Так Понимаю А нам Нужно Подбивать Этих Крипов Опа Ну Так Хотелось Побить На Миде Там Какая-то Заварушка Сайленс Растут Да Гоу Гоу Прыгай Прыгай Просто Пацана Ну Так Хотел Вот Застелить Но Не Получилось Давайте Побьем Этих Крипов Но Вот Час Нет Любит Этого Крипа Все Хорошо Погнали На Ботом Лейн Поможем Антимугу Опа У нас Там Все Все Собрались Ну Мы По-любому Заберем Зевса У нас Есть Три Чаржа Бары Есть Даст Ребят Да Бары Есть Даст Подождем Вот Этих Крипов И Будем Отходить В принципе Уже 200 Там Сколько Там Уже 500 Хитпоинтов Целых Тяжеловато Будет Забирать Но Я думаю Все Заберем Он Близко К Тавру Подошел Один Просто Можно Ооо Он Еще И Соул Юз Просто Посмотрите Как Он Отлетает У нас Тут Хорошо Он Еще И Соул Завязал Опа 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 Некар Что-то Хочет От Нас Что-то Хочет Паратрум Начинает Давать Разбег Но Даст И Юз Будем Давать Тучку Должна Заезжать Сюда Фиссура Отлично Просто Прекрасно Просто Прекрасно Забираем ЕС Вовремя Дает Свою Фиссуру Как видите На нас Когда Даст И Вешается Очень Сильно Мы Замедлены Даст И Кто Не Знал Наносят Замедление По Персонажам Накладывают Вернее Не наносят По Персонажам Которые Находятся В инвизе И К сожалению Инвизы Мы Никак Не Можем То Себе Мы Не Можем Инвиз Снять То Есть Понимаете Как Это На Баунте Хантере Допустим Если Нас Просветили И Мы Бежим В Инвизе Мы Себе Быстренько ПТ Даже Ли Каким То Активным Спил С Пылом Сносим Инвиз И Спокойненько Двигаемся Все Отлично Такие Орбы Разлетелись Вот Этот Бак На 85 Карти И Вообще Не Понимаю Смешно Сф Такой Вот Сф Ребят Но Хочу Если Честно Собрать Себе Дифуз По Дефолту На Ловкость По Дефолту На Ловкость Дифуз Будет Никакого Ни Мома Ни Баша То Дифуз И Будем Выходить В БКБ Хорошо Хорошо Дифуз БКБ Такие Айтемы Наши Будут Юзаем ПТ На Инту Делаем ТП На Топ На Инту Чтобы Как говорится Повысить Монопул А потом Его Понизить Быстренько Забираем Крипов Через Спину Настакивая Третий Просто Отлично Есть У нас Вторая Вторая Аллакрити Третий Хорошо До Дифуза У нас В принципе Копейки Но я думаю Сейчас Баратрум Будет Гневно Бежать На Меня Гневно Бежать Баратрум Здесь Но Дастов Нет Дастов Нет Ребята Это Очень Хорошо Потому Что Если Я Буду Бить Сф Соответственно Баратрум Не сможет На Меня Быстренько Среагировать Блин Он остается На линии Быстренько Среагирует Сф Тоже Так Извется Глобалка Это Отлично Это Отлично Просто Потому Что Сейчас 2 секунды Файтайма Опа Все Мы в Инвизи Сф Подошел К Таверу И Можно Попробовать Задушить Но Я хочу Если честно Чтобы Убежал Отсюда Баратрум Потому Что Баратрум Мне Может Очень Сильно Заруинить Простопился Немножко Это Очень Если Честно Заметно Когда Кто То Кого-то Простапливать И Сразу Могут Нажать Даст То есть Ребят Если Вы Идете Вас Что-то Блочит Ну Вот В Такой Местности То Скорее Се Рядом С вами Какой Нить Рекимар Так Отлично Сф У нас Тут Фармит Кэмп Но Надо Сливать Блинки Ребят Надо Сливать Блинки В Любой Вариации Найс И Ес А там Принимает У нас Датифуз Диффузом Будем Уже Более Серьезными Опа Надо Надо Паратрум Попробовать Зачем Купол Ты Ставишь Зачем Ты Купол Ставишь Ну Ты Меня Убил Просто Зачем Этот Тупой Купол Ну Просто Тиммейт Ну Вы Сами Все Видели Тут Просто Без Комментария Такие Тиммейты Есть Это Норма Так Что Ребят Диффуз И Тут БКБ Надо Будет Все БКБ О чем Я Говорил Игнорировать БКБ Тут Нельзя БКБ Тут Игнорировать Нельзя Потому Что Там У нас Сайланс Будет Сайланс Будет АТСФ Пассивный Урон Именно Со Взрыва Ультимейта Потом Зевс Зевс Очень Много Вносит Дэмэджа По Рикимару Рикимару Хитпоинтов Просто Нет И Ну Тут Просто ЕС Молодец Старается Ну Войд У нас 2-1 Молодец Сильно Парень Играет Очень Даже Радует Что Остались Такие Еще Мощные Игроки Найкапи И В принципе Есть У нас Диффуз Диффуз Также Поможет Нам Снимать С нас Даст Потому Что Даст У нас Снимается Диффузом Как Вы Все Знаете И Плюс Еще Такой Плюс У нас Есть Что Эти Диффуза У нас Без Без Какой Либо КД Так Ну Буду бегать Не хочу Сливать Ни в какой Ни в какую Меня не заставить Слить Еще один Блинк На СФ Потому Что СФ И так Разваливается Мраз Крыса Пластика Жанра Ребята Манту Тоже Тут Желательно Собрать Ну Не знаю Что Сейчас Буду Собирать Либо КБ Лимант Потому Что Тут Уже Серьезный Вопрос Будет 17 Минута И В принципе БКБ Будет Где-то Примерно На 23 И Она Рили Будет Нужна Потому Что Будем Как-то Цеплять Зевса Дэмэджа У нас В принципе Хватает Дэмэджа Хватает И В принципе Это Все Что Я Хотел Изложить Так Давайте Погнали На топ Видели Меня Крайний Раз На Ботом Лейне Соответственно Если Мы Сейчас Пойдем На топ То Нас В принципе Не заподозрят В том Что Мы Мы тут На топе Некр Где-то Здесь Хауру Я вижу Да Некр Тут Крепится Ездают Отличную Фиссуру И Некр Даже Не Блэйдмейла Ничего Не нажимает Умирает Просто Экселленд Рекки Рекимару Единственный Еще Такой Минус Неприятно Что В лейтгейминге Если В случае У вас Очень Такая Неплохая Вернее Очень Такая Плохая Ситуация Когда Вас Щемят У вас Минус Две Стороны То Давай Юзай Дифус Опа Вернее Юзай Гоуст Я Заю Дифус Отлично Просто Законтрили Законтрили Ну Все Склоняюсь Ребят К Яшке Яшка Яшка Нам Сейчас Необходимо Чтобы Быть Более Мобильным И Некстом Сделаем БКБ И Баш Просто Прекрасная Тема Будет Один Дифус Только Потратили Напоминаю Еще Кстати Ребят Дифус Апается Всего Один Раз То Всего У нас За игру 14 Чаржей Дифуза И Все К сожалению И Дальше Просто Дифус Становится Что-то летает Непонятно То иди отсюда Мошка Какая-то И К сожалению Потом Дифус Просто Становится Можно Сказать Ну Некликабельный То есть Гоуст Гоуст Мы уже Не сможем Гоуст И Ула Сбивать И В принципе Это все Становится Поэтому Предмет Так У нас там Начинается Какой-то Файт Сентрики Вижу Появились Боже Но он Ставит Купол Такой Бестолковый Хоть Вард Сняли Молодцы Абсолютно Юсос На Будет У нас Еще Есть Примерно 8 Секунд Так Если Умирает Ой Еще И Еще И Ультует У нас Тут Зевсич Там Блэйдмейл Ребят Там Блэйдмейл Я не буду Пока Ничего Так Баратрум Взял Чарж Тоже Есть Дасты Возможно Сейчас Еще Раз Прожмут Но Я Не буду До Последнего Не буду Буду Просто Как Дурочок И Надо Нам Ребят Бкб Сейчас Бкб Есть У нас Яшка Все Можно В принципе Гнобить С такими Айтемами Очень Мобильный Сейчас У нас Персонаж Так Сказать Стадия Мобильности Хорошая Вот С боков Сработал У нас Третий Спелл И Будем Наверное Продавать Орбы Уже Чтобы Иметь Тп Сайленсер У нас На линию Выходит Сайленсера Мы можем Убивать Но Я смотрю С линии Все ушли Возможно Все пойдут На топ Не знаю Вот да У Некролайта Я вижу Аура Запалилась Запалилась Аура Некролайта Сайленсера Можно В принципе Убить Если он пойдет Дальше Мы его убиваем Если нет То Убивать Не будем Так Нет Он уходит В лес Но тут Уже Опасненько Будет Стоять На самом деле Пытаться Убивать Да Тут еще Братром Все Теперь Полную Назад Полную Назад Если Кого-то Отлично Отслеживается Не МХ Ничто Вот там Вот просто Можно Сейчас Убивать Зевса Соло Кстати Прочекаем Варды Как Прочекать Варды Если мы Идем Под крипами И крипы На нас Не агрятся То значит Соответственно Так Ну отлично Юзает Он Гоус Сразу Юзаем На него Дифус И В принципе Это Изи Фраг Более Ничего Не надо Делать Так Ну пришли Мои Супергерои Лейты Забирать Забирать У меня Фарм Так Вот Мы у них Немного Забрали Тоже Остается Нам До БКБ Совсем Немного Тысяча Ой Войд У нас Залагал Ребят Но без Войда Мы не Выиграем Точно В общем Остается У нас Копеечки Совсем До того Момента Как мы Купим БКБ И можно Быть Просто Внаглую Уже Любого Убивать Далее Баш Потом Уже Доделаем Хорошо Что тут Нету Никаких Контерпиков Такие Как Баунтихантер Слардар То есть Если Слардар Кидает Амплификацию Нас Видят Если Кидает На нас Баунтихантер Трек То нас Тоже Видят То есть Как бы Нету Таких Контерпиков Но есть Тут Баратрум Баратрум Тоже Неплохой Контерпик Потому что Нажимает Одну Кнопочку Видят По карте Что Где-то Рикимару Тучка Просто Ну Просто Кто-то Идет Давайте Кикнем Сразу Наверное Потому что Он все равно Толк Отвода От этого Не будет В игре Купола Токов Своих Ставит Маднес Я забирать С этого Персонажа Не буду Потому что Маднес Я просто Принципиально Этого Персонажа 85 Не возьму Хорошо Вот так Ну Антимаг Пусть Забирает Все Все Слиты И все Будет Антимага Хорошо Так Ну Если Будет Прыгать Нет Не Будет Ест Прыгать Мог Дать Фиссуру Кстати И запрыгнуть Так Ну И Зайцы У нас Глиф Пробуем Отойти Да У нас Там Все Раздевают По законам Джунгли Раздевают У нас Там Максимально Войда Сразу Все Маднес И Все Сразу С него Забирают Так Ну Надо Осторожно 1600 До фарм Сейчас Вот Этот Крип Купим Вот Эту Штуку Ой Ой Ну я Тавр Прогулял Еще Хорош Есть Подсейвил Подсейвил Но я Не буду Прыгать Хорошо Таким Сделали Можно Гулять Молодец Похвалим Нашего Тиммейта Потому что Очень важно Хвалить Тиммейт Ребят На самом Деле Потому что Это Плюс Мораль Это Плюс Игра И Нас Тоже Хвалит Эмми СПС СПС Брат Просто Напишем Молодцы Кто там У нас Некро Некро Форсик И ПМ Форсик ИПМ Хорошо Идем Ребят На базу Не знаю В принципе Могли на базу Не уходить У нас Хитпоинт И восстанавливаться Очень быстро Все же 12 Хипариген И того 14 Хипариген У нас будет Но к сожалению В плюсах Не показывает Но пока Мы дошли До базы У нас В принципе Уже Пол Хипариген Так Ребят Берем Свою БКБ Вместо Орбы Давайте Орбы Не будем Продавать А просто Ее Положим Себе Так сказать В Наш Прекрасный Круг силы И будем Ждать Лучших Времен Возможно Тут Можно Будет Сделать Уже Скайди Но Главный Предмет Нарикимару Который Нужен Нам Просто В этой Игре Мы Сделали Теперь Можем Спокойно Не бояться Что Нас Будут Убивать За прокасты И тому Подобное Возможно Даже Придется Тут Линку Сделать Даже Возможно Придется Тут Линку Сделать Потому Что От Рипера От Рипера Нам Нужно Будет Как-то Выредить Кайтить Его И Некстом Ребят Давайте Соберем Все Баш Баш Очень Приятный Артефакт Чтобы Не Просаживать Лишний Раз О О Дай Роботу Хорош Поехали Смотрите Я Убегать Не Только Меня Просветили Еще ЕС Давай Вот Сюда Пройдем С Леса Все Уйдут Просто Не По Логике Будет Пойти Тупо В лес И Прогулять Наш Дабл Дэмэдж Ага Вот 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 Она Есть Первый Пошел Тут Еще Барат Трум И Некар Должен Жмем БКБ Ну Дефуз Ладно Завязаем Завязаем Дефуз У нас Уже Есть Отлично Опа Ну Нету Чарджи Ребят Чарджи Нету Тайтер Эх Ты Ну Дай Ладно Пойдет ДРМП Но Не было Чарджи Ребят Чтобы Убить Но Вот Так Разнесли Разнесли Завязал На Дефуз Даже Чтобы Чтобы Не Карал Меня Курс Курс Сайленсера И Вот Так Вот Отлично С Сыграли Что У нас Есть В принципе Манта Сейчас Манта Или Баш Баш Давайте Сделаем Все же Баш С Баш Будет Куда Интереснее Баш Будет Куда Интереснее Все Летит У нас Баш Можно Забрать Рошана Кстати Так Ну Там Вайпер Просто Бахает Просят Тоже Чтобы Рушили Таверны Есть У нас Башек Отлично 1100 Хитпоинт У нас Есть Смотрите Просто Как Мориген Даже Можно Еще ПТ Переключить Смотрите 283 И 3 10 В принципе Уже Становится Трихо Реген Отлично Отлично Становится Поэтому Ребят В Профити Тоже Пока Бегаем Лишний Раз ПТ Переключить ПТ И Бегать Далее 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 Так Кто У нас Там Сорнами Делает У нас Рипера Дает Будем Резать Паш Срабатывает Паш Срабатывает Паш Срабатывает Даем Тучку Тучка Ну должен Промахиваться Должен Промахиваться Паратруб У нас Ест Должен Ест Подсейвливать Хорошо Третий Ультракил Просто Отлично И Зевс Зевс Не Байбек Ты Молодец Ест Ест Молодец У нас Просто Смотрите Что делает Помогает Очень Сильно Ну там Стэйц Центрик Да У нас БКБ На 8 Секунд Еще И Классно Классно Мне очень даже понравилось Как отыгрывает ЕС Отрыгивает Отрыгивает ЕС Прикольно Спросим у него Может подписчик Сейчас давайте продадим все же орбову думаю тут доска не делал не дадутся Все За рекламе ли так сказать себя фишки всякие гайды и прочее и прочее так все за рекламе ли немного свой канал Понял Понял ЕС молодец Видно что он что-то соображает в этой игре просто хорошо двигается хорошие мувы Старается помогать То есть как бы Видимо остался еще как он говорит и не играет он как раньше Порох пороховницах остался так Ну Можно забайтить если баратрум сейчас побежит на ЕС А можно будет спокойно Эту тему всю как бы Понять развидеть Так Ну у нас там на топ пешочком пришли баратрумы на антимагов И рипер дается у нас в антимага Но антимагу просто пофиг Потому что в антимага magic resist Третий спелл Незердрейк там соло забирает сматный Самого спадя Ну где 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 Да вот тут он стоит Тут он стоит Ну юзается юзается ребят Глобалка Я не буду ничего нажимать пока что Давайте нажмем И теперь надо попытаться уйти Эх Печалька Печалька Надо ребят Там кстати сентрики и опсики вот тут вот Давайте возьмем Вот так вот 25 фрагов в принципе у нас есть Это более чем нормально Вайпер у нас там с аегисом Кинь ему просто вайпер страйк И просто души у тебя маднес Там у тебя маднес Просто Смотрите что он с ним делает с этим С этим некролайт Ну там он умирает И тут к сожалению будет скорее всего Размен на аегис У нас тут юзается от баратрума Блейдмейл Накидывается урна Срабатывает один относик Вайпер у нас очень Смотрите какой быстрый У него просто сия И все Но умирает от урны К сожалению К сожалению от урны умирает И возможно даже будет умирать второй раз Баратрум кастует на ультимейт Посмотрите просто какая вот дота происходит А не не происходит Тут походу вард Походу тут вард Походу вард Ребят Ну сейчас я посмотрю Если там варды или нет Просто баратрум Моков сейчас затолкнуть Вот сюда на хайграунд И просто он И но он почему-то пошел сюда Хотя он могла уходить сюда Ну не знаю В принципе Все ошибаются Они все идеальны У нас еще есть антимакс Си и так же Сия стайл И весело-весело Но это не я Это не я Кто-то фанится Кто-то фанится Так Ну Зевс тоже приодевается В дальнейшем Может быть Возможно даже у нас будут проблемы Но будем стараться вырезать Энеми Энеми вырезать Будем стараться Вот так вот побежали на центр Берем сейчас ТП делаем на мид Юзаем себе Курьера И идем Идем ребят Заберем быстренько тут криточков Со спины Так вот ребят Не помню рассказала или нет Что на Рикимару не очень удобно Когда у нас упали все стороны И дефить на нем просто отвратительно Потому что персонаж уходит в инвиз А автоатака в принципе на нем Невозможно Потому что персонаж будет стоять в инвизе Тупить Так же меня если честно клинит Когда Отма Гоу Вместе Ребят Сюда Гоу ЕС Опсы готовы Возьмем поставим сейчас пару опсов Даже посмотрим Тут нету ничего Сразу поставлю сентри ЕС разобьет если что сентри И Да есть тут у нас вард И даем сразу тучку Форсуется Ну и СФа будем убивать Тогда есть у нас 4 чарджа Придется вязать БКБ Завязали БКБ Плохо Очень плохо Очень плохо Так Ну не знаю У меня БКБ в ПДшечке Опа Вот он парнишка На себя Елизану случайно Диффуза Я тут выживаю По идее Выживаю Да выживаю Побежим мы не по стандарту Тавара тут нету Но пилит Очень сильно пилит Пилит хирстоппер 20 хитпоинтов Просто посмотрите Я не убежал Просто я не убежал 20 хитпоинтов Я уже вот здесь Вот был Просто уже Очень сильно пилит Даже мой 12% Хил Просто не спасает У меня БКБшка упала Еще такие файты Ну нужно будет нам сейчас Апнуть диффуз уже Я думаю по моему Там он уже просел У нас У нас трое было Я что Так ребят На самом деле Приобретает другой оборот У нас игра Походу нужны будут Мощные слоты 28 фрагов Мы навешали уже И Походу придется Придется нам делать Какие то более мощные слоты Это скорее всего Возможно будет Скади Абиссал И возможно даже Какая то тараска Потому что мы будем Уходить в инвиз Отходить за место И будем как сларк Зарядить у себя Хитпоинт И возвращаться обратно В драку Потому что я так понимаю Хоть несмотря на то Что у нас четверо Вайпер нас Просто игнорирует Надо вайпера Подтянуть И вин драку Просто Потому что там еще Такие персонажи Неприятные Там сайленсер Он вешает Глобалочку В принципе Здесь нажимает Одну кнопочку У нас минус 650 хитпоинтов Так как у него Аганим Плюс рефреш То есть у нас Будет очень мало Хитпоинтов Не знаю ребят Вайпер Уходи Б Б Парень на вайпере У нас там завтыкал Выложим варды Делаем тп Но один дифуз У нас есть ребят Поэтому Оставляем Пока не апаем Идем Сразу шлем себе Дифуз Новый Шлем себе Новый дифуз Возвращаемся Делаем Отлично Делаем вещи Делаем вещи Хорошо Зарубили двоих Дифуз возвращается Хорошо Нету блинков Ребят Нету блинков Ну даю промах Хорошо Трипл килл делаем Ладно Виде у нас Сефиус Пойдет Руна Не будет руны У нас Гомит Гоу Товер На миде Рубуем Ребят Нам походу Еще тут отхил Какой нибудь Надо будет Если бы Володьку Какую нибудь Сделали на команду А у нас есть Володька Да только Вспомнила Володьки И сразу Володька Появился Так сказать Володька Сафонович Кто знает Тут поймет Володька Ну будем Форсить Байбэки Будем Форсить Байбэки Бкбшка У нас же почти Есть 6 секунд Бкбшки Крип Рисается Нужно побить Крипчиков Как раз захилимся Даже в принципе Тараску Не будем собирать Если у нас Есть уже Володька В драке Мы не будем Так сильно Просаживаться Пт-шку Ставим На ангилу В драке Я забыл Забыл Если честно Накинуть Пт-шку На ангилу К сожалению Так ребят И будем Наверное Вязать Манту Будем Кушать И делать Боже Прекрасно Сносим Линию Просто И в чем Прикол Ребят На Рикимару Сама Кайфовая Тема Это то Что Иллюзии У нас Бьют Очень Сильно Так как У Рикимару Свой Стат Очень Хороший Очень Хорош Так Ну Снесли Мит Я даже Если честно Не ожидал Что мы Снесем Мит Так Легко Так Легко Просто И Непринужденность Слимит Это Просто Ах Просто Просто Ах Так Ребят У нас Апсервы Там Апсервы Есть О Есть Регенерация Отлично Го Эй Гей Гей Файт Берем Два Вардика Заберем Тут пока Тоже Таких Женом Нам Подобных Сатиров И Возвращаемся Делать Ой Какой баш Прекрасный Ну Диффуз Завязаю Сэф Сафонович Опасно Опасно Даст Нет Да Даст Опасно Ребят Но вот Сейчас бы Нам Не Помешал Абсолютно Какой-нибудь Боригенчик Нет Но Скоро Буду Помешал Б нам Какой-нибудь Тут Регенчик Вешаться Там Риппер Флоу Антимага Просто Это Какие-то Издевательства Ребят Ну Нужен Нам Отхил И Хороший Демедж Хороший Демедж Тоже Паратрума У нас Завтыкал Можно Попробовать Немного Побить Его И Возвращается У нас Некар Все Отходит В В В Ребят Вайпер На самом деле Не играет Эту Игру Не знаю Почему Он не Играет Эту Игру Давайте Сделаем Наверное Скади Скади Но На самом деле Мне кажется Лучше Сделать Тараску Ребят Давайте Нет Скади Давайте Не будем Собирать Сделать Тараску Просто На этого Персонажа Так как Видите Сами Хитпоинтов Хитпоинт Там Очень сильно Просаживаемся И нам Нужен Пассивный Реген Какой-то Сатаник Я не буду Делать Я не люблю В принципе Делать Сатаник Потому что Ну Я не знаю Я не вижу Этот предмет Сатаник На таком Персонаже Как на Рике Тараска Вот Да Тараска Прикольно Подрались Отошли И Можно Можно Дальше В принципе Драться Сейчас Везде Поставим Вардики Где Можно Будет Где Можно Вот Так Вот Сделаем Тут Мы Вард Поставили У нас Вард Свеженький Поставим Сейчас Туда Еще Один И Будем Ждать У нас Тараску Ребята Тараска У нас В принципе Уже Поставим Везде Варды Поставим Им Вард На Хайграунд Ага Наш Вард Снимают Это Подозр Неладное Стоит Мефтоцентрик Да 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 Сейчас Поставим Давайте Вот такой Нестандартный Вард Опа Юзайца У нас Тут Юзайца Но Надо Уходить Пытаться Курьера Стараска Убивает Но Очень Плохо Очень Плохо Очень Плохо Курьера Стараска У нас Убивает Сорян Я Куру Держал Там Тарас Но У меня Варды Напишем Чтобы Парень И Маниковался Так Все На Б Вместе Надо Чуть Зарова Дабл Демош Нельзя Отдавать Надо Вернуться Тимак Бабочка Хорошо Ребят Ну Плохо Плохо Сентрики Вот здесь Палили Меня И Началась Эта Тема Так Ну У меня Есть Диффуза Есть Все Все У нас Прекрасно Идем На Деф Деф Ча Ам Иди сюда Где у нас Вайпер Вайпер У нас Также Походу В таверне До 20 Секунд Будут Пытаться Заходить Мид Но Маловероятно Что у них Что-то Получится Гем УСФ А Гем Сф Гем Сф 51 Секунда До ЕС А Можно Будет В принципе Тут Заобузить Купол Я Думаю Зайца У нас Глиф Ой Да Можно ВКБ Жмется Зачем На Баратруме Ставится У нас Купол Объем Баратрубы Немного Займ Манту Прекрасно Просто Зарезали Всех И сейчас Придет нам Тараска Забрали мы Гем И все У нас Прекрасно Золотые Купола Хорош Просто Если Поставил ЕС Я в принципе Не удивлен Потому что Если Что-то Соображает Баратрума Убили Просто За купол Забираем Гем Давайте Возьмем Тревела Будем Более Мобильными Тараска У нас Через 62 Секунды Появится И Можно В принципе Жить Тарас Пес Через Некоторые Мгновение Давайте Пойдем На мид Гоу Есть У нас Все равно Тут смерть Братан Тут никак Не отвертишься Вот сюда Гоу Гоу Сюда Кофиг На трон Грибы Там пусть Разговаривают Мы пойдем Сюда Гем Я выложу Где-нибудь В кусте Как специально Чтобы не видели И не нашли 70 секунд До того Момента Как Риснется У нас Некролайт И Вернется У нас В принципе У нас Своя Так Давайте Кем Где-нибудь Здесь Выдем Потому что Поможет В принципе Уже Спрятали Кем Кем Этот Не найдут Не найдут И Тараска У нас Через 6 секунд БКБ 13 секунд Ребята Нажет Ждем Ждем БКБ Все Летит У нас Тараска Летает У нас Найти Мага Ну Кинем Вот такой Сайланс Дадим Ему Скинем С себя Окей Придется Жать Заказ Мадонн Там Кричит Эсефиус Но я Не знаю Тараска У меня летит Тараска В принципе Не нужна Игра Закончена Сейчас Просто Выходим В трон И все Вот такая Вот Ребят Катка Получилась На Рикимару Next Гайдик У нас Будет На Брюмастера Я Уже Просто Определился И Ребята В принципе Тоже Довольны Тем Что Будет Брюмастер И В принципе Next Гайдик Мы Запишем Уже В Ближайшее Время Как Там Накапывают Монетки Уже Просто Ну Я Не знаю Я Ставлю себе Я Ставлю себе Такую Мотивацию На самом Деле Чтобы Мне Было Как Вы Знаете Вот Собралось Я Сделал Гайд Вот Как Был Вот Так Делаю Ребят Ставьте Лайк Кто Не Подписан Обязательно Подписывайтесь И Будем Дальше Продолжать В Айкапе Какие-то Муты Не Муты То есть Это Все Ребят Смотрите На моем Канале Переходите По ссылочкам И Все Всем добра И пока С вами Был Азес